Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня мы обсуждаем очень важную психосоматическую тему. Называется психосоматические болезни и Навальный. Опасность невежества. О чем сегодня пойдет речь? Речь пойдет о том, что многие думают, что существуют так называемые психосоматические заболевания. И что к психосоматическим заболеваниям относится ишемическая болезнь сердца. Видите такой плакат? Психосоматика, как плачет тело за непережитые эмоции. То есть что такое психосоматические заболевания? Раньше считалось, что эмоции могут вызвать у человека и соматическое заболевание. Но надо вам сказать, мало того, что это считалось раньше, но у нас кто только о психосоматических заболеваниях не говорит. Ну, например, говорят целители. Послушаем ролик. В частности, ишемическая болезнь сердца, она четко прописана в нашей тонкой структуре. Локальная впадина в районе сердца. Когда сердце попадает в зону недостатка энергии, вследствие этого не может нормально функционировать. Ну, вообще как орган. Ослабевает. Ну, а теперь возникает естественный вопрос, а почему возникает эта локальная впадина? Здесь действует программа, которая называется сострадание. Вот такой человек готов сострадать. Любому человеку, любому животному, любому живому существу. Видите, что такое психосоматическое заболевание? Эмоция порождает болезнь. Кроме целителей, об этом рассказывают разные трансформаторы судьбы. Вот эти трансформаторы судьбы, они не могут даже сказать диагноз ишемической болезни сердца. Они предпочитают говорить какими-то странными выражениями. Слушаем ролик. Сердечно-сосудистые заболевания, они создают, или как-то не создают, а причина номер один, в смысле, как сказать, смертности. Отчего же эти сердечно-сосудистые заболевания в нашем теле образуются? Сколько раз, не консультируя, я по-простому говорю, сердечников, я в них обнаруживал две крайне противоположные черты характера. С одной стороны, это были очень-очень терпеливые люди, которые по жизни терпели, которые в детском садике терпели, в школе терпели, в армии терпели, на работе терпели. В супружестве они терпят, и потом резкая смена настроения и взрыв. Но если человек то замирает, то начинает резко потом взрываться, как вспышка сверхновой прям, в этот момент сердце колоссальную нагрузку начинает, и оно начинает испытывать, оно начинает не выдерживать. Ну, вы поняли, так, сяк, разрыв, в общем, психосоматическое заболевание. Ну, ладно бы безграмотные трансформаторы судьбы, но есть еще вполне грамотные врачи, например, психотерапевты, которые тоже утверждают, что ишемическая болезнь сердца – психосоматическое заболевание. Это те заболевания, как бы причиной, пусковым моментом в развитии этих заболеваний явились психические какие-то конфликты, какие-то внутренние конфликты, то есть нарушение гармонии психики, как это было ранее у этого человека. Это пять таких видов психосоматических истинных расстройств. Это ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, это неспецифический язвенный колит, язвенная болезнь желудка, венцеперстные кишки, нейродермит и экзема. Ну, полбеды даже, если бы только психотерапевты, рядовые или нерядовые кандидаты медицинских наук говорили о том, что существует ишемическая болезнь сердца, как психосоматическое заболевание. Но этому термину привержены даже крупные отечественные ученые. Вот академик Смулевич, мы здесь ролик с ним не даем, потому что просто слушать довольно тяжело его речи, кто его слышал, тот меня поймет, но мы просто приводим слайд из его презентации, где прямо сказано о том, что существуют психосоматические заболевания, и там указаны ишемическая болезнь сердца. Сразу хочу вам сказать, что ишемическая болезнь сердца не является психосоматическим заболеванием, а возникает ишемическая болезнь сердца не из-за каких-то эмоций, а из-за того, что у человека поражены так называемые коронарные или сердечные артерии, которые питают мышцу сердца. И чем они поражены? Они поражены атеросклерозом. У человека в сосудах возникает так называемая атеросклеротическая бляшка, она постепенно растет, перекрывает ток крови, и тогда возникает вот эта жесточайшая боль в сердце, которую знает любой человек, который хотя бы раз перенес приступ станокардии. Надо вам сказать, что в современной классификации, международной классификации болезней 10-го пересмотра не существует никаких психосоматических заболеваний. Их там просто нет. Поэтому тот человек, который ставит диагноз психосоматическое заболевание, или который утверждает, что болезнь может возникнуть из-за того, что человек как-то не так отреагировал эмоционально, или у него не те эмоции, или он не тот по характеру, то он просто прямым образом нарушает приказ Минздрава РФ, который говорит непосредственно о том, что именно международная классификация болезней 10-го пересмотра является той основой, на которой должен быть построен диагноз. Итак, к сожалению, диагноз психосоматическое заболевание ставится достаточно хорошо, хотя достаточно часто, хотя он является явно ошибочным. Но надо вам сказать, что у нас ошибочным в России является каждый третий диагноз. И вы обратите, пожалуйста, внимание, в подавляющем большинстве случаев такой неверный диагноз может привести к тяжелым последствиям. Он может привести даже к летальному исходу, то есть к смерти пациента. Приведу пример из жизни. Недавно внук фронтовика Игната Сергеевича Артеменко, я думаю, все эту историю знают, который вот Навальный оскорбил в своем посте, рассказал. Сегодня дедушка случайно узнал об этом, ну то есть о том, что его оскорбили. Ему стало очень плохо, пришлось вызывать скорую. Врач, обратите внимание, поставил диагноз ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Перед нами явно ошибочный диагноз, потому что еще раз говорю, ишемическая болезнь сердца возникает не на нервной почве, а на почве атеросклероза коронарных артерий. Вы меня спросите, и что тут такого? А тут на самом деле очень тяжелая врачебная ошибка, потому что явно дезориентирован внук. Он думает, что раз на нервной почве, то бороться надо с Навальным. А бороться надо не с Навальным, а с атеросклерозом коронарных артерий, который, собственно говоря, и вызвал ухудшение состояния у данного пациента. В данном случае это его дедушка, это ветеран. Конечно, о нем нужно заботиться. Беда вся в том, что как можно правильно заботиться о своем родственнике, если ты не знаешь, что тебе делать? То есть, подавать ли в суд на Навального или требовать от врачей, чтобы они внимательно обследовали дедушку. К чему я это все вам привожу? К сожалению, невежество среди наших врачей, которые продолжают утверждать о том, что существуют психосоматические заболевания, достаточно распространено. И вот это невежество в ряде случаев может привести к тяжелым последствиям. Я надеюсь, что в данной ситуации, может быть, кто-то передаст этому внуку, что мы выступили с предупреждением о том, что у дедушки надо обследовать коронарные артерии. Ну, может быть, это его спасет. Но во всяком случае, вы обязательно должны помнить, что невежество это мать злобы, зависти, алчности, как и прочих низких и грубых пороков, а также грехов. Это сказал Галилео Галилей. Избегайте невежества. Спасибо за внимание.